Прогулка у Джонни всегда по расписанию, но зимой с этим труднее. Противогололедные реагенты – главная опасность на улицах. От них страдают не только обувь хозяйки, но и лапы животного. Когда приходим домой, то я сразу его мою, потому что ему больно. Либо он у меня гуляет в сапожках. Специальные ботиночки на лапы – конечно, выход. Но не все питомцы могут их носить. Чтобы все-таки избежать неприятностей, лучше гулять подальше от города. Здесь уже все должно акцентироваться на плечи владельцев. И позаботиться об этом, скорее всего, это их прямая обязанность. Реагент в любом случае разрушает кожный покров. Раздражение, ожоги, воспаление, трещины – лишь малая часть того, чем может закончиться рядовая прогулка. А привычка лизать лапы и вовсе грозит отравлением. Специалист всегда подскажет, как действовать. Хотя можно попытаться оказать первую помощь питомцу и в домашних условиях. Если вы видите какие-то изменения кожного покрова, достаточно, наверное, теплой водичкой, без всяких реагентов, обработать в домашних условиях и максимум сутки выдержать. Спасение от дорожных реагентов все-таки есть. Самый простой способ – искать наиболее безопасные маршруты для прогулок. Екатерина Крамер, Денис Харламов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.